Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, я, наверное, изрядно надоел вам со своими роликами о каких-то страшных происшествиях, об убийствах, о бездействии следственных работников и оперов из МВД, которые годами не раскрывают тяжкие преступления. И вот сегодня я хочу немножко реабилитироваться и рассказать вам о любви, поговорить с вами о любви, о том высоком и всеобъемлющем чувстве, которое подвигает людей на совершение великих деяний, на совершение поступков, которые они вне этого состояния, вне состояния влюбленности, любви, никогда бы в жизни не смогли совершить. Итак, мы знаем, что тягчайшим грузом порой на плечи людей, на плечи человека, будь то мужчина или женщина, ложится безответная любовь, любовь, которая разбивает сердце одного из влюбленных. И этот печальный груз порой обретает вполне ощутимые реальные формы и вес. Вот, например, несчастная любовь Эдварда Линдскалнина обрела вполне реальные формы и весила более чем 1100 тонн. Не 1100 килограмм, не 1100 тонн, а 1100 тонн. И превратилась она в реалии, в самую сложную инженерную загадку современности. Вот, увидеть эту загадку, эту тайну, воплощенную влюбленным Эдом в реальные формы, можно, если проехать на автомобиле по главной магистрали Флориды от Майами до Глорида-Сити. И здесь, на одном из перекрестков, вы увидите табличку «Коралловый замок». Стоит повернуть на запад по указателю этому, проехать мили три, и вот перед вами будет рукотворное каменное чудо. Это грандиознейшее сооружение представляет собой целый комплекс огромных статуй и каких-то строений, который был возведен самым несчастным в истории возлюбленных, в истории влюбленных, вернее, людей, человеком, Эдвардом Литцкалнином. Человеком, вы не поверите, рост которого 152 сантиметра был, а вес всего 45 килограммов. У нас про таких говорят метр с кепкой и бараний вес. Ну вот, что этот человек сотворил. Давайте немножко углубимся в историю его жизни. Родился он в августе 1887 года в Латвии. В семье, как сейчас бы сказали, рабочих, пролетариев. В семье потомственного камнетеса. Такая профессия существует с тех пор, как существуют камни и люди, которые их отесывают. Он был Эдвардом наш. Эд. Фамилию я постараюсь реже упоминать, потому что Линд Скалнин, она не совсем удобоваримая для моего языка, в частности. Поэтому Эд или Эдвард, будем говорить, он был с детства щупленьким, болезненным, невзрачным таким пацанчиком. Таким, собственно, он и оставался всю свою жизнь. Недолгою, кстати, я потом скажу, до скольких он лет дожил. За плечами Эдвард имел всего лишь четыре класса образования. Ну, читать, писать с грехом пополам умел. Служил, значит, и мелким чиновником в сельской управе, и профессиональным каменодесом, каменщиком. А в свои 26 лет, вот смотрите, 26 лет, он влюбился в 16-летнюю девчонку. История тоже сохранила благодаря Эду и ее имя. Это Агнес Скафе. Не Скафе. Агнес Скаф. Ф-с. Два Ф-э. Как Смирнов. Или Немиро. Ф-ф. Ха-ха-ха. Или Гордее. Ф-ф. Вот. Девочку эту он называл своей сладкой 16-леткой. Ну, ему 26, 10 лет разница. Но дело в том, что, я не знаю, как тогда совершеннолетие учитывалось. Сейчас бы это считалось несовершеннолетним. То есть, не буду говорить, как обозвали бы сегодня этого влюбленного парня. В 1920 году состоялась помолвка этих двух как бы влюбленных людей. Но за пару дней до уже венчания, уже когда все закуплено было для свадебного стола, эта девочка, считавшаяся первой красоткой на селе, вдруг поняла, что с этим невзрачным, плюгавеньким, бедным и уже довольно-таки для нее пожилым человеком, женихом, она не построит своей счастливой семейной жизни. И она отказалась от свадьбы, от венчания. И просто сбежала, будем так говорить. Не без помощи, конечно, своих родителей. Агнес, конечно, тогда не знала, что она потеряла. И не знала, что на всю жизнь оставшуюся разбило сердце этого бедного парня. И не могла даже подумать, насколько масштабными окажутся его эти чувства. А может быть, так сказать, так бы, если поженились, и не было бы никакого кораллового этого замка и никаких этих вот загадок не было бы. Да не может быть, а точно. Видите, как судьба оборачивается. Все для чего-то происходит в этом мире. И вот ранимый, как видим, очень ранимый Эдвард, Эд, после тяжелого разрыва с Агнес, не нашел ничего лучше, как бросить все к чертовой матери и уехать за океан. Он на последние свои денежки купил билет и эмигрировал в Америку. Там он долго скитался по разным штатам, подрабатывал в Канаде, он работал в Калифорнии, трудился в Техасе, но заработал себе ни много, ни мало, а только туберкулез. Заболел туберкулезом, видно, от того, что... Сам был слаб здоровьем и от того, что тяжелым трудом занимался. Вот больной, слабый, он осел, наконец, во Флориде и купил на свои оставшиеся сбережения 10 акров земли. На этой территории 10 акров, я не знаю, это 10 суток, что ли? Ну, вы сами посмотрите. Вот. И здесь-то и началась история того Кораллового замка, о котором я хочу рассказать. Эдвард начал активно изучать здесь при своих четырех классах образования и и подогревающий его изнутри неземным огнем любви. Начал изучать астрономию, историю древнего Египта, в частности, историю, видимо, строительства пирамид. И эти познания он применил потом при строительстве замка, который посвятил весь этот замок и это строительство своей вот этой сладкой, сладенькой 16-летки. Вот. Дальнейшую судьбу Агнес мы, конечно, не знаем, отследить ее невозможно. Вот до этой поры, так сказать, и мы знаем, что это вот памятник ей, этой сладенькой 16-летки, которая из-под венца, по сути дела, удрала. Эдвард, видимо, до последнего надеялся, что Агнес однажды войдет в эти каменные ворота, в эти каменные палаты хозяйкой, и у них будет с Эдом счастливая жизнь, не менее, чем с двумя детьми. И в течение четверти века, 25 лет, Рин Скалнин в одиночку, в одиночку возводил этот самый коралловый замок. Он работал только после захода солнца, я не знаю, почему, видимо, так сказать, из каких-то источников, из египетских или еще каких-то, ему стало известно, что этой работой можно заниматься только после захода солнца, когда солнце прекращает свою дневную активность. И он, естественно, никого не впускал на свою территорию, гнал всех без ванных гостей, и кто там осмелился подойти близко и там заглянуть, он того буквально прожигал своим ненави... взглядом ненависти, так сказать, жег. И у людей отпадала просто охота еще раз сюда приходить. Впрочем, даже если бы он кого-то пригласил, то и чайку негде было бы попить, потому что здесь, в этом огромном замке у него была только одна каморочка, так сказать, на которой можно было жить каморочка 10 квадратных метров. такие, как студентам сдают порой, так сказать, хозяева. Вот. Все остальные, как бы, замковые залы были на воздухе, расположены под открытым небом, то есть не внутри какого-то строения. У него, у этого, как известно, не было ни электричества, никакой техники, никаких машин, но дело в том, что он спускался к океану, значит, который был вблизи его владений, каким-то неизвестным доселе способом вырубал из скал многотонные куски кораллов, кораллов многотонные и каким-то образом перетаскивал это на свой участок, наверх, так сказать, на свой ровный участок, где он их тщательнейшим образом, неизвестно каким образом обрабатывал и складывал в нужные ему сооружения, строения или там как их назвать, скульптуры, вот, он делал настолько гладкую поверхность, что прилегали очень плотно друг к другу, каменные глыбы практически, значит, врастали друг в друга, можно сказать, вот, и не шатались ничего, без всякого цемента, без всяких других каких-то материалов склеивающих, вот, сначала он построил воздвиг, можно сказать, сплошную каменную высоченную стену и установил в этой стене дверь, которая является в этом замке во всем самым загадочным сооружением, самой загадочной деталью, вот, давайте представим себе только, эта дверь весила 9 тонн, можно себе представить, открыть ее и прокрутить, вот так она крутилась, чтобы зайти, мог, ну, двухлетний ребенок мизинчиком одним, настолько легко она была, ну, настолько легко она вращалась и была так концентрирована, значит, что с легкостью, чуть ли не дуновением крутилась вокруг своей оси дверь эта. Когда уже в 1986 году, это уже после смерти, естественно, эта дверь эта вдруг перестала открываться, что-то там сломалось, то вызвали бригаду лучших инженеров и строителей и с ними, значит, прибыл 50-ти тонн экран для ремонта этой двери. Дверь снимали с огромными усилиями, ну, во-первых, чтобы и снять, и не повредить. Даже техника, значит, с ней еле справлялась с этой дверью. А по завершении, так сказать, этого ремонта все эти выдающиеся инженеры, которые это совершали, были поражены тем, что тяжеленный блок, вот этот 9-ти 9-тонный, висел на заржавевшей какой-то подвеске от старого грузовика, подвеска от старого грузовика, которая, значит, когда сняли эту дверь, тут же рассыпалась в прах, а висеть висела, видимо, поэтому и заклинило, что она, так сказать, перестала, ну, то есть, она потеряла свои свойства. По центру этой двери, сквозь трехметровую высоту этой каменной глыбы, значит, Эдвард высверлил идеальную дырку, скважину, диаметром в 5 сантиметров, ну, это вот такая вот штуковина, примерно, и современные специалисты, которые увидели эту, куда сняли дверь, дырку, сделали заключение, что подобную дыру в камне в таком, трехметро, может сделать только лазер, только лазером можно сделать, настолько гладко она была идеальная и так далее, вот, и чтобы восстановить нормальную функцию, нормальное функционирование двери этой инженеры воспользовались современными компьютерными технологиями, то есть, расчеты велись с помощью компьютеров, компьютера, а он, значит, вы понимаете, у него никакого компьютера не было, тогда вы же знаете, что это годы какие, вот, из таких же огромных подобных блоков, он сложил двухэтажную башню, двухэтажную, представляете, мы, так сказать, говорим о двери, значит, которая, значит, с трудом кран поднимал, а тут на второй этаж надо было такие глыбы таскать, на первом этаже этой башни он сделал себе мастерскую, ну, мастерскую свою, скульптурную, будем так говорить, мастерскую, а на втором вот это была самая десятиметровая жилая у него коморка, комнатка, вот, затем он сделал тронный зал, который был украшен двенадцатиметровым обелиском с каменными моделями Сатурна, Марса, полумесяца огромного, верхний рог которого был направлен на полярную звезду, но он и сейчас направлен, если это существует, можно поехать и посмотреть, у кого есть средства какие-то, я не говорю уже, значит, а на какие средства вообще Эд жил, так сказать, чем он там питался, непонятно, вот, это сооружение было его главной гордостью, это вот тронный зал со всем вот этим прибамбасами, он был предназначен для него и его юной королевы, для Агнес, для них же обоих была оборудована и спальня с двумя огромными ложами, ну, кроватями, будем так каменными, детскими каменными люльками, вот, около кроватей этих располагались, располагался стол, около кровати, его и ее, располагался стол в виде сердца, в виде сердца, который известен сейчас в мире как самая большая в мире Валентинка, ну, Эдвардинка, я бы сказал, поскольку его звали не Валентин, а Эдвард, а рядом Эд поставил кресло-качалку весом три тонны, и действительно оно качалось прекрасно, так сказать, как вот у кого есть дома, такое кресло, у меня жена любит в таком кресле сидеть, оно из алюминиевых каких-то сделано, этих, ну, деталей, ну, качается, но у него было из камня, представляете, из кораллового рифа какого-то сделано, трехтонный, и качался, качалось прекрасно от тоже прикосновения пальчика, вот, для своих вымышленных вымышленных детишек он создал игровую детскую комнату по мотивам, кстати, сказки про Машеньку и трех медведей, вот, он так, ну, наша сказка, он, значит, так же, как и в сказке, сломал ручку у кресла, воплотил в камни миски, из которых ели медвежат эти, от скуки или просто для души, он изваял каменную карту Флориды, солнечные часы изваял, которые показывали до двух минут, время с точностью до двух минут, и показывают сейчас, он сделал гигантскую модель телескопа, и очень замысловатой формы лунный бассейн, ну, как на Луне, там, наверное, кратеры есть, так сказать, он сделал лунный бассейн с шестиконечной звездой в центре и изображением лунной в трех ее фазах, а позднее он принялся за сооружение подземного бассейна, он сделал подземный бассейн, представляете, под землей вырубал там этот камень, вытаскивал наружу куски эти, не могу у себя представить даже, что это, 25 лет он, так сказать, ломался там над этим и все во имя вот своей светлой любви. Писал ли он ей, значит, не писал, никто не знает, было ли у него ее фотография, наверное, была, смотрел, значит, на нее и вдохновлялся. Вот, этот бассейн наполнялся за счет дождевой воды, которая стекала вниз по винтовой лестнице, значит, вот так вот, водоворотом таким и наполнялся бассейн. Для обработки каждого камня, каждого вот, каждой глыбы, он использовал примитивные инструменты. Откуда у него инструменты? Лазера, конечно, нету, значит, никаких фрезы там или еще чего-то нет, а эти инструменты примитивные он мастерил сам из металлолома, который добывал на свалках машин. Ездил, у него транспорта был всего лишь велосипед, вот на этом велосипеде на ближайшую свалку машин ездил и там брал какие-то железки с разрешения, наверное, смотрящего и из этих железок делал себе там, наверное, зубила, молотки там, что ему надо, так сказать. Вот, у него в его рабочем арсенале было только две лебедки, автомобильные амортизаторы, я не знаю, для чего они, так сказать, использовались. Ну и, как я говорю, что транспорт только велик, велосипед. Эдвард, как вспоминают, вспоминали уже, наверное, и сейчас тоже и умершие соседи, конечно, умершие, производил на них довольно-таки жалкое впечатление по их воспоминаниям. Они говорят, что нам казалось, что этот дохляк способен поднять ничего, не способен поднять ничего тяжелее садовой пилы. Ну, даже не мотопилы, значит, а простой садовой ножовочке. Рассказывали они потом многочисленным репортерам, когда Эд умер и доступ, так сказать, к нему в замок стал. Постепенно открываться, а потом замок был признан национальным достоянием штатов и стал музеем под открытым небом, будем так говорить. Вот, сам же Эдвард не терпел соседей на своей территории, вот, и когда-то, значит, когда, вернее, один из известных адвокатов из Луизианы решил рядом, вплотную прямо к стене замка Эда построить свою виллу, вот, то Эд не стал с ним спорить, не стал, значит, чинить ему препятствия, а просто, значит, просто перетащил за несколько миль весь этот замок тысячу сто, сейчас попавим тебе, тон этого глыб этих перетащил в другое место, другое место, вы представляете, за несколько, а миль за 10, наверное, вот, он перетаскивал это за 3 года, перетащил, он там, значит, выкупил опять другой участничек, более дикое безлюдное место, чем вот у него было, и убыл туда, значит, со своими глыбами и каменами, со своей вот этой загадкой, вот, как он это делал, неизвестно, но известно, что у него был друг один-единственный, значит, Боб Викерс, он имел грузовик, и вот Эд попросил его на этом грузовике, значит, перевести его по частям в замок туда, где он приобрел новый участок земли, и на ночь оставлял его друг около ворот замка свой грузовик, большой, многотонный, а утром, значит, грузовик уже, в грузовике уже лежала очередная глыба, и он ее вез и выгружал, значит, на новом участке, ну, и на как выгружал, наверное, оставлял опять на ночь, а утром, значит, в грузовике уже ничего не было, вот, а как, значит, Эд грузил этот тщедушный мужичок без всяких средств, кранов и так далее, бульдозеров, неизвестно, значит, как он разгружал, никому неизвестно, вот, вот, одна старушенца, которая подглядела, значит, за Эдом каким-то образом, подумала, что он, ну, просто умалишенный, значит, она увидела, вот, подглядывая, увидела, как он клал руки на камень, и что-то такое пел без слов, какие-то протяжные звуки, как вот издают горловое пение, вот, и камни, значит, поднимались в воздух и летали, а два уже порядочно застарившихся мужичка давали как-то интервью журналистам, они были мальчишками тогда, когда Эд строил свой замок, и они в подзорную трубу одного, отца одного, ну, который принадлежал отцу одного из них, подглядели, что, что глыбы какие-то плавают там по двору в воздухе, как воздушные шарики, значит, плывут по двору замка Эда, как он это делал, до сих пор неизвестно, ну, вот, мы знаем, что большую часть своей жизни он потратил Эд на строительство этого замка, здесь же он умер от рака желудка, он никому не обратился, значит, ни к врачам, ни к знахарям, ни к лекарям, никакие лекарства не употреблял, просто поднялся по наружной лестнице на свою двухэтажную башню, лег в гамак и через три дня скончался, там его нашли потом мертвым, это случилось в 1951 году, в 1951 году, вот, мне тогда было, например, три года, когда скончался Эд, а Эду было в 1951 году всего 64 года, самый расцвет, так сказать, был бы творчество, понимаете, о чем я говорю, вот, ну, а после нескольких, спустя несколько лет, после его смерти, американское общество инженеров решило провести технический эксперимент, пригнали, значит, самый мощный, который только нашел, бульдозер к этой, к этому замку и попробовали сдвинуть 30-тонный каменный блок, который, из которого там что-то было сооружено, но бульдозер ревел натужно, значит, выхлопы дел в воздух страшные черные, но так и не смог сдвинуть эту глыбу с места, вот, чем-то доед двигал, тоже загадка, да, ну вот, ученые до сих пор говорят, что тайна это неразгаданная, в ней больше вопросов, чем ответов, кто-то считает, что Эдвард, Линдскалнин, знал законы антигравитации, левитации, будем так говорить, другие подозревают помощь каких-то инопланетных существ, некоторые уверены, что строительство не обошлось без вмешательства потусторонних сил и магии, а сам несчастный влюбленный при жизни говорил, что он познал древние тайны строителей пирамид, но никогда не давал подсказок к решению своих поставленных перед ним задач, а просто сам использовал эти знания. Вот, друзья, значит, такая история, такая история великой любви, история, которая подвигла влюбленного, подвигла не просто влюбленного, а безответно влюбленного Эда Линдскалнина к такому человеческому подвигу. Так ли это в действительности, не является ли это фейком, я не знаю, но факт остается фактом. Такой человек на Земле был, жил, такой человек действительно был влюблен, его отвергли, он уехал в Америку, и действительно там, где я сказал, существует этот самый Коралловый замок. Ну, могу только добавить, что есть книга, написанная самим Эдом, ну, может, с помощью журналистов, не знаю, с помощью кого, но в ней есть и рисунки какие-то, каких-то там приборов, которыми он якобы пользовался. И я знаю, значит, что аналог, ну, похожее что-то на прибор, который в книге Эда нарисован, найден был в одной из египетских пирамид, найден был. Для чего его и как его использовали древнеегипетские строители пирамид, тоже неизвестно. Кроме того, как бы есть предположение, что Эд с помощью, может быть, приборов, а может быть, с помощью вот этого горлового какого-то своего пения и других каких-то моментов издавал звуки, подобные на те, которые издает муха. Слышали? Ну, не только муха, шмель, там, пчела, оса, жужжание такое. Дело в том, если, что ученые проверили и, например, рассчитали, что муха или тот же шмель, они не способны, значит, учитывая размеры их крыльев и их вес, не способны вот этот, этими крыльями этот вес поднять в воздух. То есть, они должны, не могли бы летать. Вот. Но, но, но они летают. И ученые сделали, ну, имеющие право жить, имеющие право на существование предположения о том, что вот эти вот звуки, они создают для того, кто их издает, возможность левитации. То есть, там, в каком-то пространстве теряется земное притяжение, будем так говорить. Нет притяжения Земли. И любая глыба, там, 30-тонная, которую двигал каким-то образом Эд, была легкой, как воздушный шарик, пальчиком ее толкая, она будет двигаться в нужном направлении. Так это или нет, ну, естественно, я не имеющий никакого инженерного образования или иного образования для того, чтобы умищем охватить то, что происходило и как это делал Эдвард. Я не могу сказать, так это или нет. Но теория есть теория и, так сказать, догадки какие-то не лишены может быть смысла. Когда-нибудь тайны эти откроются, но я далек от мысли, что, допустим, в тайне, в какой-то глубокой от людей, там, американское правительство, значит, соорудило каким-то образом вот этот вот замок, значит, выдало его за то, что создали легенду, что какой-то латыш там влюбленный приехал и в одиночку построил. Я далек от этой мысли, значит, а зачем все это надо, значит, такие такие инсинуации. поэтому мне больше по душе вот эта вот история о неразделенной любви, выраженная в камне. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Прошу вас подписываться на мой канал, ставить лайки, если вам не трудно, и, конечно же, помогать моему приюту катаваси для бездомных сирых больных кошечек. В нем сейчас 44 этих милых создания. Друзья мои, атрибуты для такой помощи, для выражения вашей доброты и милосердия под каждым моим роликом. Всего нам всем доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»